Итак, друзья, жеребьевка девушек, один из самых захватывающих форматов во время чемпионата мира в 2022 году. И я говорю это не просто так, это я вспоминаю год 2020, когда мы заказывали скорую помощь. И скорая помощь только занималась тем, что обслуживала 9 команд, которые играли в женском турнире. В этом году у нас 10 коллективов, и, соответственно, сейчас мы их прожеребьюем. Несколько слов о формате турнира. Команд 10, соответственно, и корзины у нас распределены немножко необычно. Дело в том, что 6 московских коллективов у нас в правой от вас корзине, в левой от меня. И здесь, соответственно, команды, которые не представляют столичный регион. Таким образом, сначала мы распределим московские команды. У нас будет 3 группы по разное количество команд. Соответственно, из-за того, что коллективов 10, в одной группе будет 4 команды, а в двух других 3. Меня зовут Никита Гиль. По формату, также, соответственно, первая команда выходит в золотой плей-офф. И лучшая среди вторых команд, которые, соответственно, участвуют в своей группе. А также для тех, кто сразу хочет задать вопрос. Для команды А матчи с последним местом не учитываются. Потому что, ну, в данном случае, я не думаю, что не надо объяснять, что Качков наберет больше. Ну что ж, это небольшой экскурс в индустрию развлечений. Всегда и комментировал с большим удовольствием и общался с женским коллективом. Поэтому хочу сказать, что этот турнир совершенно точно достойный внимания. Так, ну и поехали сразу, наверное, о Москве. МСК Москва отправляется в группу А. В ВТБ Москва отправляется у нас в группу Б. В группу С. Адреналин. Отправляется. ЖПФК Адреналин отправляется в группу МСК Москва. Юность Москва отправляется в группу КВТБ. Ну и последнее, но не по значению, а по порядку. Команда Москва. Москва. Итак, у нас распределены группы. Ну и, наверное, такое свое личное мнение могу сказать о том, что, наверное, без женского турнира ни одна лаунж-зона, которая до этого открывалась Афейл, никогда бы не работала. Это совершенно точно главная локомотива всей движухи на чемпионатах мира Афейл в Сочи. Поэтому специально для вас, девушки, рассказывают, что каждый день, помимо общей игры, которая называется биржа, правила вы можете уточнить у Анастасии Суворовой, вы играете, набираете баллы, потом эти баллы вы можете куда-то потратить. Там, в принципе, и квизы, и разного рода конкурсы. Ну, все подробнее Настя вам, конечно же, расскажет. Ну, а самое главное, после восьми вечера открывается лаунж-зона рядом с полем, где мы, соответственно, можем отдыхать, играть на столке, общаться. Ну, и многое-многое другое. То, соответственно, за что мы так любим наши выездные турниры. Ну, а теперь мы возвращаемся к непосредственно жеребьевке. У нас остались не московские коллективы, и мы их распределим. Соответственно, последняя, опять же, команда, ну, не по значению, по порядку, она, соответственно, отправится в группу А, где и составит тот самый квартет коллективов, которые будут сражаться за выход из группы. Ну, что ж, напомним, вдруг других группах будет по три коллектива. Итак, команда СШФ-ЮВ, Старый Оскол, отправляется в группу А. Старый Оскол совершенно точно уже выяснил, что они сыграют три игры. Доты отправляются к ВТВ и юности. Морфлот отправляется в Астраханский Морфлот, отправляется к Адреналину и Москве. Ну, и команда, которая станет четвертой вместе с ЖПФК Адреналин МСК и Старым Осколом, это команда Хозяйка, команда Сочи. Забавно было бы, конечно, если бы вот Сочи и Москва попали бы в одну, Сочи, при которой представили город Сочи, отправился бы команде Москва, которая представит Москву. Что ж, графику и вы видите на экранах, то, как распределить группы, ну и небольшие объявления. С 6 мая мы ждем вас, кто-то уже там, понятно, его сообщил, что пораньше приедет. С 6 по 10 мая ждем вас на полях, ждем вас в зале пресс-конференции, где мы проведем пресс-конференцию по случаю открытия турнира. Ну и, конечно, желаем всем сыграть без травм, особенно для женских коллективов, это важно. Я говорю, что пометуя о том, как в 2020 году скорая помощь ездила на четвертое поле, это было, конечно, и травмы получались, несмотря на мой такой смешок. Они, конечно, были довольно ужасные и люди довольно долго поправлялись. Надеюсь, в этом году этого не будет, хватит испытаний на наш век. С 6 по 10 мая в 2020 году увидимся в Сочи и всем желаю хорошей игры. До свидания. Продолжение следует...